Местом проведения августовско-педагогической конференции стала Одинцовская средняя общеобразовательная школа номер 17. Для директора учреждения было почетно принимать коллег со всего района. Для нас, конечно, это почетная миссия. Мы впервые принимаем такое количество участников, их более 400 человек. Основные цели педагогической конференции – подвести итоги прошлого года и показать то новое, что было наработано за прошлый учебный год. Те перспективы обсудить, которые будут в новом учебном году – вот это основные задачи и цели педагогической конференции. Холл 17-й школы поделили на тематические площадки. Гости конференции могли увидеть лучшие проекты учеников, представленные лицеями, гимназиями, школами, а также центрами дополнительного образования. Работали консультационные и дискуссионные площадки, на которых сотрудники ГИБДД рассказывали о правилах поведения на дорогах в преддверии Дня знаний. 1 сентября – это праздник, наверное, для всего населения, не только Одинцовского района, но и всей страны. Потому что первый звонок, который произвенит для многих ребятишек, он возвестит о том, что начнется новый этап их жизни. И у нас в этом году более 4 тысяч детей первоклассников сядут за парты. В этом году у нас школьников и детей в детских садах увеличится. И ровно 53 тысячи детей 1 сентября придут в наши детские сады, придут в наши общеобразовательные учреждения. В качестве почетного гостя в конференции приняла участие Гильда Бот. Она отметила важность этого мероприятия и призналась, что волновалась перед встречей со своими бывшими коллегами. Сегодня я сюда шла, я уже не работаю, а все равно я полночи не спала. Я уснула где-то в 2, в 6 часов я уже проснулась. Казалось бы, я докладом не выступаю, я не это... Но я волновалась, потому что я встречусь со своими коллегами, с которыми много лет проработала. Пользуясь возможностью, я хочу поздравить всех учителей, всех учащихся, всех родителей. С началом учебного года пожелать им большого терпения по отношению друг к другу, большой любви. Потому что вот учительская заповедь есть такая, сначала люби, потом учи. 14 работников школ получили благодарственные письма и почетные грамоты от главы района. Московская областная дума наградила директора 12-й школы Валентину Холину почетным знаком за многолетний труд и вклад в развитие образования. Педагогу дополнительного образования Людмиле Анисимове вручили благодарственное письмо от губернатора региона. В конференции приняла участие основатель ассоциации родителей Одинцовского района Мариана Кристалинская. Организация напрямую взаимодействует со школами и детскими садами, решая вопросы, которые особенно беспокоят родителей. Впереди новый учебный год, новые планы, возможности. И задача каждого педагога – приложить максимум усилий для их реализации. Продолжение следует...